Как думаете, что общего у саблезубого тигра и клубничного пирожного? Я думаю, что они оба могут серьезно расстроить наши планы на долгую и счастливую жизнь. В остальном они сугубо различны. И из-за того, что они сугубо различны, в нашем мозгу есть два разных механизма, чтобы противостоять этим двум угрозам. Если на что-то нападает, то мозг оценивает ситуацию как опасную и требующую немедленных действий. И активируется программа «Бей или беги». В случае саблезубым тигром я советую бежать. Напочечники выделяют адреналин, наше дыхание учащается, пульс учащается, все мышцы приходят в тонус, мы напрягаемся. И частично отключается высшая нервная деятельность. Ну, чтобы мы не передумали убегать, и убегали достаточно быстро, и не задумали там забежать куда-то по пути. Арганизм собирает все ресурсы для схватки, и это очень полезно при встрече с тиграми. Но клубничная пережина-коварния. От него не убежать. Более того, оно само манит вас. Вы идете в магазин, купите себе стручковые фасоли и творог, вы серьезно решили похудеть. Неожиданно, краем глаза, вы замечаете витрину с пироженами. Яркие, мягкие, теплые, они просто манят вас. Воспоминания из детства захлестывают, и вы уже не спеша идете туда. В вашем мозгу выделяется дофамин, который говорит вам, если ты съешь это пироженка, ты станешь счастлив. Пока вы идете к витрине, ваш мозг, он понимает, пироженка сладкая, сейчас все будет. Заранее говорит, что нужно выделить немножко инсулина, понизить уровень сахара в крови, потому что сейчас вы будете кушать пироженка. И еще через два шага вы уже чувствуете легкое головокружение, слабость, и пироженка становится просто необходимым для выживания. Вы возвращаетесь домой с килограммом фасоли, килограмм творога, тремя эклерами. В отличие от саблезубых тигров, пироженые не настоящая угроза. У них нет когтей, квыков, и они не способны сами нанести удар по вашей талии. Их для этого нужно съесть. И враг внутри вас. Вам не нужно убивать кондитера, и вам не нужно убегать из дома, если там вдруг завезлись пирожные. Вам нужно просто их не есть. Вам нужно совладать со своими ежеминутными желаниями. И реакция «бей или беги» нам сейчас совсем не поможет. И поэтому организм переходит в состояние «остановись и спланируй». Так как нашему организму сейчас требуется защитить нас от нас, очень логично нас немножко замедлить. Наше дыхание замедляется, наш пульс замедляется, наши мышцы расслабляются, и мы начинаем не спеша думать. Теперь мы можем действовать более вдумчиво, обдумать плюсы и минусы, вспомнить, что у нас были долговременные планы, не покупать новые джинсы, а влезть в старые, прочее, прочее. И реакция «остановись и спланируй» такая же врожденная, как реакция «бей и беги». Но она не ощущается как инстинкт, и самое главное, не всегда побеждает более рациональная версия вас. Я хочу рассказать, почему сила воли не всегда срабатывает, и самое главное, что можно сделать, чтобы усилить ее. Самоконтроль сам по себе недешево обходится нашему организму. Ну, знаете, все эти процессы нужно остановить, замедлить, потом думать, это сложно. Люди, которые наиболее активно применяют силу воли, ведут себя так, будто бы она у них на исходе. Курильщики, которые в течение дня воздерживаются от сигареты, вечером могут найти ведерко мороженого у себя в холодильнике. Люди, которые сидят на диетах, могут неожиданно накупить очень-очень нужных, ненужных им вещей и так далее. Эксперименты показывают, что самоконтроль — расходуемый ресурс. И акты его проявления физически нас изматывают. Каждый волевой поступок чуть-чуть истощает силу воли. Это очень важный факт, вокруг которого мы будем долго тут ходить. И хронический, безостановочный, постоянный самоконтроль приводит к истощению самоконтроля. Самоконтроль похож на мышцу. От упражнений он устает, при неиспользовании ослабляется, при использовании усиляется. Мышечная модель одновременно ободряет и огорчает. Приятно думать, что не каждая наша волевая ошибка — результат врожденной неполноценности. Иногда мы просто устали, утомились. С другой стороны, мышечная модель указывает на серьезную архитектурную проблему. Нельзя контролировать все. Ресурсом, который у нас заканчивается, является глюкоза. Та самая глюкоза, которую мы получаем из пищи, которая является источником энергии в нашем организме. Однако не спешите лопать конфеты, все сложнее. Вернемся в наш средний палеолит, к нашему милому саблезубому тигру. В то время падение уровня глюкозы не было связано с обычно слишком активной нервной деятельностью, а в основном было связано с банальным недостатком еды вокруг. И в отсутствии еды наш мудрый мозг принимает логичное решение отключить не слишком обязательные функции, которые потребляют много энергии, и в первую очередь отключает самоконтроль как часть коры мозга, как достаточно дорогую функцию. В условиях палеолита это действительно очень мудро. Когда ресурсы скудны, наш мозг ищет срочное вознахраждение. Когда ресурсы в избытке, мы предпочитаем долгосрочные вложения. Сила воли развивалась для контроля сложного социального поведения. Когда мы начали жить организованными племенами, встал ряд серьезных проблем. Жадность, ревность, зависть и сила воли это тот механизм, который удерживает нас от воровства чужих косточек, от мамонтов и совращения чужих жен. Когда в нашем племени избыток пищи, все хорошо контролируют себя, они воруют кости мамонтов и прочее. Если же у нас голод, то некогда заниматься социальными танцами. Голод провоцирует нас на более раскованное, рискованное антисоциальное поведение. Это адаптация к суровому миру палеолита, в котором у более агрессивных и более распутных больше шансов вложить свои гены и оставить потомство. Современные исследования показывают, что с палеолита ничего особо не изменилось, и голодные люди более склонны к любым формам риска и потере самоконтроля. Они делают безрассудные ставки, эгоистичные, более склонны разнообразить стратегии спаривания. Однако не спешите лопать конфеты, все сложнее. Оказалось, что мозг замеряет не абсолютное количество глюкозы в крови, а производное от этого рост или падение глюкозы. И когда уровень глюкозы растет, растет самоконтроль. Когда уровень глюкозы падает, падает самоконтроль. Таким образом, для лучшего самоконтроля нам нужен не высокий уровень глюкозы, не постоянное поедание конфет, а стабильный уровень глюкозы. Если вы капризны и не можете сосредоточиться, когда голодны, вам следует поработать над своим питанием, сдвинуться в сторону медленных углеводов, меньше есть сладкое, меньше есть хлеб, больше есть овощи и так далее. Самое время упомянуть тот самый классический стенсфорский эксперимент с зефиркой. Ну, вы знаете, суд заключалась в том, что 4-летним детям давали зефирку и говорили, на, она твоя, я вернусь через 15 минут, и если зефирка будет целая, я дам тебе еще одну. Если нет, ну что ж, ты съел зефирку. И многие дети съели зефирку, как и мы с вами бы, наверное, съели. Некоторые нет. И, как показали дальнейшие наблюдения за этой группой детей, те дети, которые съели зефирку и не дождались второй, дальше показывали более низкие оценки в школе, более высокий индекс массы тела и большее количество зоопотреблений психоделическими веществами. Нам, конечно, кажется, что мы не такие, как те дети. Мы точно дождались до второй зефирки, но день за днем мы показываем, что это не так. Я приведу два ключевых простых примера. С одной стороны, все знают, что надо следить за своим здоровьем. С другой стороны, мы все знаем, что нужно беречь природные ресурсы. И все вроде бы молодцы, но, знаете, наш мозг тоже очень умный, умеет нас обманывать, даже зная, что мы знаем, что надо беречь свое здоровье и экономить ресурсы. Исследования показали, что гамбургер с листиком салатом оценивается нашим мозгом, оценивается людьми, как менее калорийный, чем гамбургер без листика салата. У нас есть гамбургер, такой же гамбургер, мы добавляем листик салата. Ммм, иди сюда, ты пополезнее будешь. И если написать на йогурте, что он обезжиренный, на кока-коле, что она диетическая, это не просто подсветит эти продукты как более полезные. Все еще страшнее. Вместе с ними мы накупим более вредных продуктов, потому что нам кажется, что мы тут полезных накупили, надо уравновесить злодобром. Когда в школьных столовых в США добавили в меню несколько пунктов здорового питания, там салат и прочее, 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 то это привело к тому, что школьники стали чаще есть вредную пищу. Когда исследовали этот феномен, то объяснение было примерно таким. Когда ты видишь в меню полезную еду, ты такой думаешь, ммм, полезная еда, съемка завтра. Привет, гамбургер. Мы заранее нагруждаем себя за то, что у нас есть возможность съесть полезную еду завтра. Многие загрязняющие среду компаний, например, авиакомпания, предлагают своим клиентам некую индульгенцию за то, что они уничтожают природу. Например, некоторые авиакомпании для летающих бизнес-классом предлагают посадить небольшое деревце в Южной Америке за каждые 10 тысяч налетонных миль. Исследования показали, что подобные акции делают эффект нравственной поблажки. Вы начинаете ощущать себя хорошим и делать плохие вещи. В одном из исследований людей попросили полазить чуток по сайту с всякими зелеными продуктами, и после чего провели ряд тестов на честность. Люди, которые заказали больше продуктов с этого сайта, чаще жульничали в тесте на честность, а после этого еще прихватили лишних денег из конверта с наградой. Таким образом, добродеятельный поступок оправдывает внутри нас ложь и воровство. В одном из детских домов начали штрафовать родителей за опоздание. Поздно забирают своих детей. И после введения системы штрафов родители стали чаще опаздывать, потому что теперь они могут откупиться от своей совести, от своего чувства вины. Насчет чувства вины. Многие воспринимают самоконтроль как самобичевание. Мы научились владеть собой, когда были детьми, через родительские команды и наказания. Этот метод необходим в детстве, потому что, согласитесь, дети – дикие звери. Система самоконтроля в мозгу развивается в юношестве, где-то между критичностью восприятия и саморефлексией, и детям нужна внешняя поддержка, пока не разовьется их мозг. Если вы думаете, что для закалки силы воли нужно быть строже к себе, вы не одиноки, но вы ошибаетесь. Все исследования показывают, что самокритика снижает интерес к делу и ухудшает самоконтроль. Напротив, если вы испытываете сострадание к себе и подбадриваете к себя, то вы обретаете целеустремленность и улучшаете самоконтроль. Но в этом всем есть другая ловушка, в которую мы часто попадаем, и она называется «обещание перемен». Когда мы говорим себе, «Ну ладно, вот с завтрашнего дня начну то-то и то-то, сразу становимся рады и счастливы». Ну действительно, какие мы молодцы, завтра, завтра брошу курить. И очень часто мы завтра это не делаем, даже не потому, что мы завтра проигрываем раунд самоконтроля, а потому что, ну очень же приятно, послезавтра снова себе пообещать, что после-послезавтра я снова что-то сделаю, снова получить бесплатную награду за факт обещания себе, и так ничего и не сделать. Поэтому, если вы хотите что-то сделать, делайте что-то маленькое, немедленно, прямо сейчас, в ту секунду, как захотели. Иначе вы можете войти в этот бесконечный цикл, «Завтра я стану лучше». Очень приятно себе продолжать обещать, что завтра я стану лучше. Рука об руку, с виной идет страх и стресс. Множество исследований показало, что надписи на пачках сигарет о вреде курения повышают количество выкуриваемых сигарет и идут на пользу табачным компаниям. В некоторых странах решили добавлять большие, такие на 60% пачки, картинки с там грязными, легкими, страшными людьми, всеми прочим. Это частично помогло, это снизило количество новых курильщиков, но снова-таки повысило количество выкуриваемого уже существующими курильщиками. Они берут пачку, видят надпись, начинают грустить, появляется чувство вины, стресса, который нужно унять, конечно же, они тут же курят. Новости и остросюжетные фильмы точно так же пугают нас и заставляют заедать наш стресс, покупать ненужные вещи, делать необдуманные поступки. Поэтому реклама во время вечерних новостей и политических новостей самая дорогая, не потому что большая часть людей смотрит телевизор. Если вы хотите усилить свою силу воли, сократите потребление новостей и шок-контента. Еще чувство вины участвует в очень интересном феномене. Эх, сорвался. А, к черту все. Стоит курильщику, который бросает курить, разок закурить, и тут он тут же думает, что ну все, не получилось бросить, и начинает курить по новой. Сидишь ты себе такой на диете, молодец, уже третий день сидишь, и тут сорвался, съел две печеньки и все, расстроился, давай по новой лопать пирожные. Пришел на вечеринку с кефиром. И друзья такие, ну, глоточек пива, ну, заименинника, и оп, не помнишь, как домой вернулся. Если вы разок провалили испытание силы воли, не вините себя, не сдавайтесь, не расстраивайтесь. Просто продолжайте дальше двигаться к цели. Ваша цель улучшит здоровье, бросив курить, и одна сигарета через неделю воздержания не то чтобы категорически отдаляет вас от цели. Не вините себя, продолжайте бороться дальше. Так же, как чувство вины не улучшает силу воли, не работают и запреты. Попробуйте не думать о белой обезьяне. Ну, и еще минуты две не думайте о ней. Когда вы пытаетесь отогнать от себя мысль, она прилетает обратно и становится навязчивой. И если вы пытаетесь расслабиться и отогнать мысли о работе, она начинает терзать вас. Если вы запрещаете себе есть печенье, то все вокруг печенья. Вы замечаете любое печенье. Во всех магазинах, оказывается, продаются печенья. Диваны похожи на печенье, скамейки похожи на печенье. Если вы хотите быть максимально расслабленным и приветливым на лекции, ну, вы поняли, да, как это работает? Этот эффект подробно изучал Дэниел Вегнер. Он назвал его очень метко эффектом иронического бумеранга. Если мы пытаемся отогнать от себя какую-то мысль, то именно эта мысль усиленно заполонит всю нашу голову. Именно этим эффектом объясняется очень интересный научный факт. У гомофобов возникает самая сильная эрекция при просмотре гей-порно. В 2007 году прошло интересное исследование, которое показало, диеты для похудения не работают. Стараясь ограничить себя в калориях, люди делают себе некие запреты. Мысли о еде становятся назойливыми, повышают стресс. Как мы помним, стресс включает реакцию «бей или беги». В результате мы срываемся, начинаем есть с удвоенной скоростью. И статистически люди на диетах для похудения чаще набирают вес и набирают его больше, чем люди, которые не используют диеты для похудения. Вместо того, чтобы запрещать себе что-то или пытаться отогнать от себя какие-то мысли, вспомните, зачем вам это. Вы, например, хотите похудеть и вспомните, что это для того, чтобы улучшить свою фигуру и улучшить свое здоровье. Вместо того, чтобы ругать себя за съеденное печенье или пытаться отогнать мысли о нем, подойдите к вопросу с другой стороны. Просто ешьте больше салатов. Стремитесь есть больше салатов, вместо того, чтобы сократить количество печенья. Это просто проще. Потом займитесь печеньем. Если вас беспокоят какие-то назойливые мысли, не пытайтесь их отогнать. Это невозможно. Это архитектурная проблема в нашем мозгу. Нет такой функции. Зато можно контролировать свое поведение. Не контролируйте свои мысли, контролируйте свое поведение. Ну, мы поговорили чуть-чуть о том, как работает самоконтроль. Давайте поговорим о том, как его еще можно улучшить. Исследования австралийских ученых показали, что спорт улучшает силу воли. Ну, кажется, все банально просто. Все, кажется, догадывались. Но сколько спорта надо, какой спорт, что нужно делать? Исследования показали, что наиболее ощутимо снимают стресс и улучшают настроение не длительные тренировки, а маленькие, пятиминутные. Притом практически неважно, что вы делаете. Спорт – это когда вы не сидите, не лежите, не стоите и не едите. Если вы знаете какой-то процесс, который не является вот этими четырьмя, скорее всего, это спорт. Занимайтесь им пять минут в тот момент, когда вам надо чуть-чуть повысить самоконтроль. Недостаток сна уменьшает нашу силу воли и увеличивает стресс. И притом этот эффект накапливается. Сколько нужно поспать, чтобы доспать недоспанное? Оказывается, достаточно выспаться один раз, для того, чтобы этот эффект полностью отменился. Если вы постоянно не досыпаете, постепенно вы будете чувствовать, что как-то зомбируешь, что-то происходит. Достаточно выспаться один раз, для того, чтобы этот эффект снялся. Если вы не досыпаете всю неделю, постарайтесь досыпать побольше на выходных. Принимайте все самые важные для вас решения с утра. Утром у вас самый сильный самоконтроль и наименьший уровень стресса. У большинства людей есть либо активная фаза с утра, либо нет никакой активной фазы. Бодрствуйте днем, спите ночью и делайте все самое важное утром. Если уж вы никак не можете стоять через соблазны, мы поняли, что ну все, проиграл, иди ко мне эклер. Есть одна маленькая хитрость, которая поможет вам серьезно улучшить самоконтроль и научиться говорить этому эклеру, ну или что там вам нужно, нет. Говорите, что ну ладно, ладно эклер, иди ко мне, я съем тебя через 10 минут. Кладете эклер и уходите от него на 10 минут. Казалось бы, ну вы разрешили себе эклер, все, можно. Нет чувства вины и нет никакого запрета, эклер будет съеден, просто через 10 минут. Допустим, вы даже съели его через 10 минут, хотя исследования показывают, что этих 10 минут достаточно, чтобы вы в большинстве случаев передумали. Теперь у вас есть время, понимаете? Даже если вы съели этот эклер, вы научились говорить эклеру нет хотя бы на 10 минут. Этот навык трансформируется в навык говорить эклеру нет. Если ваша сила воли, ну, совсем слаба, а нужно что-то решать, есть один интересный трюк, похожий на эклеры 10 минут. Это работает с чем угодно, мои все примеры про еду, просто, ну, с едой проще всего. Просто не все употребляют наркотики там и все прочее, а еду вроде употребляют все. Так вот, если все совсем сложно, допустим, у вас есть очень любимые конфеты, вы знаете, что они очень вредны, но конфеты очень любимые, правда. Вы берете очень красивую вазу и ставите на самое видное место дома. Насыпаете в эту вазу самых красивых конфет вот с корой. И теперь все, что вам нужно делать, не есть конфеты из этой вазы. Первые несколько дней, скорее всего, не будет получаться. Ну, вы будете идти, а, а вот они же. Вот, и где-то на четвертой конфетке вспоминаете про свое задание. Но постепенно вы научитесь не есть конфеты из этой вазы, и сам навык не есть вот этот сорт конфет вот из этой вазы, уже частично является навыком не есть эти конфеты, и вам легче будет, по крайней мере, контролировать свое желание есть конфеты. Работает не только с конфетами, работает с сигаретами, работает с чем угодно. На создание этой лекции меня подтолкнуло одно очень интересное исследование. Вдумайтесь. Это исследование показало, что изучение исследований силы воли улучшает силу воли. То есть, можете считать, что вы уже все стали сильнее, это научно доказано. Как бы вы ни старались, иногда вы будете прокрастинировать и проигрывать свои испытания силы воли. Не корите себя за это. Невозможно контролировать все. Но возможно контролировать то, что для вас действительно важно. Ставьте цели. Пусть эти цели будут в будущем. Стремитесь к этим целям. И пусть ваша воля будет сильна. Спасибо. Я могу отвечать на ваши произвольные вопросы про да, силу воли. Я вижу радиострономов. Есть, наверное, многие знают, что когда от чего-то отказываешься, например, от сигарет, то тяжелее всего на первый день, на третий день, седьмой день и так далее. Это научно доказанные факты или нет? И почему так происходит? Кажется, просто градиентно все спадает. Я бы не сказал, что есть отдельные. И эти пики, я думаю, исключительно сугубо личностные. Зависит от того, как ты выспался, как там девайс и так далее. Я ничего не знаю про пики, хотя прочитал несколько книг про зависимости. Правда. Я все еще думаю, что это городская легенда, но мы можем погуглить вместе. Вот это интересно. Про спорт, мой вопрос. Ты сказала, что если сидишь, то это не спорт, а шахматы. Шахматы? Это не спорт. В чем суть спорта? Даже не так. В чем суть спорта, понятно. Если мне кто-нибудь уступит стульчик, я вас сейчас научу некоторым очень важным простым вещам. Мне нужен просто один стульчик. Это будет быстро. Мы можем помочь себе переключиться из режима бей-беги в режим остановись и подумай. Научно доказано, что простейшие дыхательные упражнения серьезно улучшают силу воли, при том достаточно двух-трех минут дыхательных упражнений. Все, что вам нужно, замедлит свое дыхание. Просто начинаете дышать медленнее. И сложно выдыхать медленно, поэтому просто вдыхаете медленно. Расслабляетесь. Начинаете дышать медленнее. И вам достаточно просто начать все делать медленнее, дышать медленнее. И через две минуты вам реально будет намного легче противостоять всему, чему там вам нужно противостоять. Это очень просто. Просто делайте двухминутную дыхательную гимнастику перед всеми вещами. Когда вам нужно сделать какое-то волевое усилие, это действительно работает, вы это заметите. Если вы просто хотите в среднем качать силу воли, с 70-х годов за последние 45 лет прошло очень много интересных исследований медитации. И нет никакого там древнего шаманства магии и мистики. Я сейчас всех вас за две минуты научу медитировать. Тут не обязательно в кого-либо верить. Все очень просто. Удобнее всего это делать на стульчике. Вам нужно сесть на стульчик. Он должен быть удобным, он должен быть плоским, табуретки отлично подходят. Вам нужно упереть стопы в пол. Очень удобно делать в носочках на каком-нибудь там деревянном полу. Вам нужно положить руки спокойно на колени. Вам нужно расслабиться. Вам нужно закрыть глаза. Можете сейчас не закрывать, просто запоминайте, что нужно делать. И вам нужно вдыхать и выдыхать. Когда вы вдыхаете, вы говорите про себя так вдох. Я вдох про себя говорил, если кто не расслышал. Когда вы выдыхаете, вы говорите выдох. То есть вы делаете так вдох, выдох, вдох, выдох. Очень важно не двигаться. Если вы замечаете у себя желание подвигаться, там нога неудобно стоит, что-то рука, все прочее. Вы такие, интересное желание подвигаться. Не двигаться. Если вы чувствуете, что отвлеклись на какие-то там мысли, там начали о чем-то думать, вы такие, интересно, отвлекся на мысли. И продолжаете. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Не нужны многочасовые там сложные медитации. Достаточно медитировать по 5 минут в день. Выберите какое-то время. Если не получается выбрать какое-то время, вы просто такие, а, я же обещал себе медитировать на той неделе. Ну ладно, помедитирую сейчас. Нашли место, где есть стульчик, 5 минут. В медитациях есть вот эти вот два важных пункта. Первое, не двигаться. Вы замечаете у себя желание двигаться и такие, о, у меня есть желание двигаться. И контролируете его. Второе, не думать ни о чем, кроме вдох-выдох. Вы такие, а, я о чем-то думаю. Не надо, не надо. Очень важно не ругать себя за неудачи в медитации. Это невероятно, но научно доказано, что неудачи в медитации полезны для улучшения самоконтроля. Каждый раз, когда вы заметили, что, ой, я что-то там подвигал ногой, а не нужно было, или на какую-то мысль переключился, вы вот именно в этот момент и прокачиваете свой самоконтроль. Через несколько дней, может, перестанете говорить вдох-выдох. Я не перестал говорить вдох-выдох. Вот, это действительно очень просто. Это действительно работает. Вы можете почитать по исследованию, которые говорят, что через 2-3 недели сильно повышается самоконтроль и все такое. И это еще очень расслабляет и дает мгновенный эффект. Вот. А как работают вот эти конфеты в самой красивой вазе? Если мне хочется конфеты, то как от этого вы можете сделать? Мы... Например, покупать, пойти в магазин, сходить, купить другие конфеты, есть именно те, но не из этой вази? Это как-то поможет мне бросить из конфет? Насчет конфеты в ваза. Хороший вопрос. Наша задача для начала хотя бы перестать есть эти конфеты неосознанно. Ну, вы знаете, как... О, тортик. О, половина тортика. Что? Наша задача перестать есть эти конфеты неосознанно. И вы выработаете механизм, который будет говорить... А, конфеты, да, не надо их есть. И дальше вы со всеми можете конфетами так делать. А, конфеты, да, те самые, которые нельзя есть из той вазы. Теперь вы сможете работать с этим. Вначале есть проблема, что вы бы рады не есть эти конфеты, но вы вспоминаете об этом уже на четвертой конфете. Ваза с конфетами превращает вот... решает вот эту проблему, что вы вспоминаете об этом на четвертой проблеме. На четвертой конфете. То есть, то же самое у курильщиков бывает, что сидишь такой вечером, вышел на балкон и тут вспомнил, что вчера решил бросить курить. А сегодня уже купил пачку новую и выкурил половину предыдущей. То есть, ваза с конфетами не решает магическую проблему с конфет. Она решает первую часть половины, неосознанное потребление конфет, когда на четвертой конфете вспоминаешь, что собирался их не есть. То есть, работает со всем. Самое видное место, любимые конфеты, ваза. У меня просто хочу вот конкретно пройду сказать. Еще одна вещь есть такая штука, как интуитивное питание, и насчет конфет есть такая штука, как легализация. То есть, вместо того, чтобы пытаться сдерживаться, все эти техники, чтобы тянуть, надо просто разрешить себе есть все конфеты, все сладости. Радикальным образом разрешить сейчас можно, можно всегда. И через какое-то время, просто начинаешь отслеживать, что упала сверхценность этих конфет, а не просто еда, тебе их можно. Но ты начинаешь понимать, что хочешь не конфету, а яблочко. И сейчас, через полчаса, и отслеживаешь все свои реакции, что ты реально хочешь скушать, и поскучишься. Это упрощенная версия практики не ругать себя за конфеты. То есть, стоит контролировать потребление конфет, стоит понимать, что они вредны и все прочее. Интуитивное питание, да? Это упрощенная версия практики не ругать себя за конфеты. Не обязательно разрешать себе есть все конфеты. Можно помнить, что конфеты есть не нужно. Главное не винить себя и не запрещать себе думать о конфетах. Ты такой, о, конфеты, да, те самые мои любимые. Интересно, интересно. Как не думать о белой обезьяне? Невозможно не думать о белой обезьяне. Давайте я вам расскажу, почему невозможно думать о белой обезьяне. Я долго задавался вопросом, это очень интересно. В нашем мозгу есть, я рисую очень грубо, очень грубо есть три зоны, которые развивались друг за дружкой. И у нас есть зона, которая у нас совпадает даже с рыбками, зона, которая у нас совпадает с всеми остальными млекопитающими, и зона, которая у нас почти ни с кем не совпадает, кора нашего мозга. Кора нашего мозга, у меня есть отдельная лекция про кору мозга, очень интересная, она, в ней есть одна особенность. В отличие от вот этих двух штук, которые эволюционировали всю эволюцию, она эволюционировала последние несколько миллионов лет очень быстро. И это достигнуто за счет того, что она вся абсолютно одинаковая. Она построена из абсолютно одинаковых шестислоенных блоков, которые соединены друг с дружкой, бла-бла-бла. Но это нас сейчас не интересует, нас интересует вот что. Из-за того, что она вся абсолютно одинаковая, она очень универсальна. И все, что мы сейчас делаем высокоуровневая, мы делаем корой мозга, но именно потому, что она очень универсальна, она очень большая, потребляет невероятно много энергии. Вернемся к белым обезьянам. Когда мы говорим себе «не думать о белой обезьяне», то мы активируем два механизма. Первый механизм — это механизм самоконтроля, который говорит «не думай о белой обезьяне». А второй механизм — это специальный механизм, который находит везде белых обезьян, чтобы мы могли о них не думать. Механизм самоконтроля находится вот в этой части мозга. Это лобная часть коры, вот тут вот. А механизм, который ищет везде обезьян, находится вот тут. Он работает автоматически, практически не выключается, и нам не подвластен. И если мы чуть-чуть подустали, он никуда не девается. А вот этот выключается. И если мы говорим себе «не ешь печенье», то у нас есть два механизма. Один говорит такой «не ешь печенье», а второй «печеньки, печеньки, печеньки, где они, где они?» Поэтому не работает вытеснение, не работают запреты, и нельзя не думать о белой обезьяне. Потому что не думать — это сложное высокоуровневое действие. А белая обезьяна, белая обезьяна, как же не думать о белой обезьяне? О чем я не должен думать о белой обезьяне? Что ж? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.